Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Сегодня мы с вами будем рисовать школьную форму для девочки начальных классов. И я выбрала такой очень классический вариант. Это будет платье с кружевным воротничком, с манжетиками, где тоже будет использовано кружево. У нас уже есть вот такой шаблон. Я показывала, как раскрашивать и кастомизировать наш имеющийся шаблон вот в такой. Посмотрите в видео, пожалуйста. Такие шаблоны можно скачать у нас. Ссылочка будет под этим видео. Пожалуйста, скачивайте. И я буду использовать оба шаблона. На одном шаблоне я нарисую черно-белый рисунок, на втором я его сделаю цветным. И у вас будет возможность оценить, как вот оно все смотрится. Давайте с вами приступим. Итак, выбираю шаблон, который у нас черно-белый. Чтобы второй не смущал, просто выключу видимость этого слоя. Создаю новый слой, оба шаблона блокирую. Выбираю инструмент перо. Так, и обязательно смотрю, что он у нас будет черным цветом, да, единичкой. Вот. Начинаем мы рисовать сосновы. Здесь у нас, смотрите, вот линия талии. У деток иногда линия талии даже более выпуклая, потому что еще сохраняется некоторый животик по-разному. Детки бывают разные, фигуры тоже бывают разные, поэтому часто бывает, что сохраняется животик. Так же, как и плечики. Мы брали среднестатистическую такую, да, то, что плечики такие вот очень мягкие. Но бывают детки с хорошо развитыми плечами. Это просто усреднение. Когда мы с вами говорим о производстве одежды, о массовом, а не индивидуальном, здесь всегда имеет место некоторое усреднение для того, чтобы сделать что-то более универсальное. И, конечно же, для такого всегда хороши тянущиеся материалы, которые будут обеспечивать нам удобство посадки для ребенка. То есть, в принципе, если мы будем делать даже пиджак, но пиджак будет сделан, например, из трикотажа, либо с добавлением эластана, ребенку в нем будет намного-намного удобнее. Или платье, даже если оно будет шерстяное, но в нем будет добавлен небольшой процент эластана, тоже ребенку в нем будет комфортнее жить. Вот. Так что мы с вами рисуем сейчас платьице. Оно будет отрезное по линии талии. Будет юбка со складками. Ну, там скорее будет полусолнце или солнце. Нужно с конструктором будет отдельно поговорить, что там у нас будет. Вот немножечко присоберем окат рукава, поднимем плечико, то, которое есть. Не плечевой накладкой, просто вот за счет просто шовчика всего остального будет небольшое поднятие. Плюс вот окат можно сформировать, тогда он будет так смотреться. Поэтому нет, там никаких накладок мы делать не будем. Здесь у нас будет манжет из оригинальной ткани. Я, давайте скажем так, сомневаюсь, что белые манжеты для детей это вообще актуально, потому что это все будет постоянно грязное. Вот, и у нас с вами будут складочки. Соответственно, вот так. Складки будут симметричные от центра, поэтому сейчас нарисую половинку, потом нарисую вторую половинку. и у нас, точнее, раззеркалю. Все будет красиво. Вот, и сюда. Нужно понимать, что изделие, которое не будет внутри содержать юбки, сетки или кринолина, естественно, оно у вас не будет вот прям сильно торчать, и не надо это рисовать. То есть я, конечно, могу нарисовать почти пачку сейчас, но в реальной жизни оно так не будет, и поэтому я буду рисовать все-таки ближе к тому, как это все-таки будет смотреться на человеке. Хотя могу нарисовать схематично, как бы это смотрелось. Поэтому это тоже нужно учитывать. То есть можно юбку вот сюда довести, будет она такая, как пачка, стоять, но по факту вы такого на ребенке не увидите, если вы туда не оденете, ну, хотя бы объемную какую-то юбку, вторую, третью юбку с сеткой, чтобы это все было. А будет ли удобно в этом учиться на каждый день? Я думаю, что нет, поэтому даже если у платья более-менее объемная юбка, за счет естественных складок она, конечно же, будет более объемная, будет расслешаться к низу, но не надо ожидать, что она будет вот прям топорщиться. Так, это у нас складки, не пугайтесь, сейчас все поправим. Все будет у нас мягко, очень наблагородно. Так, сюда мы будем смотреть, да, сюда мы будем смотреть, то есть у нас тут такая штучка-кривычка. Вот так, чтобы у нас там ничего не допорщилось. Здесь мы еще дополнительно сейчас добавим линии, потому что они нам нужны. Складки будут достаточно жесткие, заложены. Вот, то есть здесь нам все это нужно. Но при этом линии сделаем более мягкими. Мягкими. Вот так. Так, давайте раздублируем на две стороны. И сейчас будем уже формировать остальное. Вот это место, видите, не самое красивое, да, сейчас мы его соберем. Вот, точки лишние уберем. Все у нас с вами сформируется красиво. И здесь добавим еще линеарные такие штучки, они нам тоже дополнительно сформируют вид. Вот так. Так, линия нам нужна такая же. Дала легкую асимметрию, ну, потому что платье все-таки вроде как на человеке. И вот здесь тоже нам надо вот эту историю вот так сделать сейчас. То есть вот этот кусочек, он будет смотреться по-другому. Он будет смотреться вот так. Или бы даже я вообще убрала вот эти штуки. Оно будет там вторым слоем. То есть можно просто под слой нарисовать, то есть как будто бы вот там второй слой мы видим. Мы сейчас его вот так нарисуем, он немножко некрасиво смотрится, но мы берем его на задний план, он не будет топорщиться, но будет давать вот эту по низу юбки. Вот так, на задний план. Почему не ушел? Потому что нету заливки. Вот заливку дали, и сейчас оно все у нас благополучно уйдет. Вот монтаж на задний, на задний, задний план. Вот. И, соответственно, эти кусочки более темным оттенком, чтобы оно туда уходило, ну и эти тоже, это как складочка от юбки, вот она там будет хорошо. Так. Спереди соединяем. Эту лишнюю точку мы ее убираем. Вот. И рукавчики тоже сейчас цветом белым мы зальем, чтобы у него была заливка. Вот это основа. Что у нас есть? Вот здесь у меня будут тоненькие защипы. Сейчас мы их обозначим. Если они тонкие, то и толщину мы снимем. Два. Три. Четыре. Съехал. Вот. И вот здесь тоже будут защипчики. Немножко в сторону. Пошире сейчас разведем их. Защипчики. Так. И тут тоже вот так. Два. Три. Их желательно отдельно прорисовать схемой эти защипы, либо приложить пример фото ну как бы в схеме. Это будет очень-очень полезно. Давайте скажем так, а может быть даже и необходимо. Так. Здесь тоже сейчас заливочку дадим, чтобы у нас там ничего не просвечивало. Вот такие защипчики. И теперь у меня два декоративных элемента, которые я буду прорисовывать отдельно. Я создам дополнительный слой, чтобы мне ничего не зацеплять, не мешать. У меня у платьица. Сейчас мы только вот здесь на этом же слое дорисуем, да, то, что у нас сзади будет вот так видна спинка. То есть это то, что вот сзади мы видим, и там скорее всего можно очень детально прорисовать, что там, например, будет молния. Мы ее будем видеть. Либо там будет обтачка, либо еще что-то. Ну, в общем, это надо туда будет обязательно внести при описании и при передаче данной информации конструктору. А теперь вот сверху мы выбираем слой. И, как я уже говорила, у меня будет здесь кружевной воротничок. То есть более такая традиционная штучка. Что я делаю? Я рисую воротничок. Сначала форму рисовать буду только половинку. Потом буду раззеркаливать. Все у меня заблокировано лишнее. То есть у меня только есть вот эта часть. Вот. Смотрю, какой он будет формы. Иногда вот так вот смотреть сложно и требуется посмотреть симметрично его. Вот так. То есть и уже оценить правильная форма, неправильная, так или нет. Поэтому по одной половинке иногда вам будет просто сложно. И теперь начинаю на вот этой части прорисовывать кружевные элементы. Как правило, ну вот по крайней мере раньше, когда плели кружева, естественно, это все было ручной работой, стоило это все безумных денег. И это очень ценилось. Сейчас, слава богу, есть машинные штучки. и, конечно же, кружево, оно может быть определенным образом символичное, оно может иметь какие-то значения. Поэтому тут может быть у вас есть образец кружева, и вы по нему можете что-то изобразить. Может быть, вы придумываете свое, но это реже. То есть, по крайней мере, в моей разработке, когда я работала с нижним бельем, все-таки кружева были готовые, и мы адаптировали рисунок под то готовое кружево, которое у нас уже присутствует, есть образец, и оно вот, в общем-то, из каталога. И ты его уже отрисовываешь, и это кружево может пойти сразу там на несколько изделий из коллекции. Поэтому вот 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 и как помним, кружево у нас прозрачное, поэтому рисуем элементы, какие-то будут полупрозрачные, какие-то менее прозрачные. Вот и таким образом заполняем остальное. вот мы с вами базово наполнили наш воротничок. теперь теперь мы еще сделаем одну хитрость, как правило, в воротничоках, ну, вот, само кружево находится на какой-то основе, и это, как правило, сетка. Поэтому мы сейчас с вами сделаем сетку. давайте скажем вот такую. Нужен квадрат. Вот маленький совсем. 0, 0,5. Так, это все-таки не круг, а квадрат, потому что при уменьшении получается вот так квадратик. Вот, теперь мы его закидываем с вами в заливку. Сейчас отредактируем просто прямоугольник, который будет с заливкой, и нам нужно с вами эту заливку повернуть. Поворот на 45, давайте попробуем, посмотрим. 45. Вот, такая вот получается тонкая сеточка. Этой сеточкой мы целиком заливаем наш воротничок и еще ее уменьшаем, потому что очень крупная получилась, нам нужно, чтобы она была мельче. Вот, вот так хорошо. Она, соответственно, у нас прозрачная, вот у этой линии сейчас заливочку уберем. Такая сетка получилась. Дальше, для того, чтобы было красиво, нужно оформить край. Как мы будем оформлять краешек? Берем основу, будем сразу белым его делать, вот, теперь на эту основу нам нужно кружочек нарисовать. Мы сейчас рисуем рапорт для кисточки. Чтобы было понимание, чем я занимаюсь, это будет рапорт для кисти. Так. Не дает нарисовать, сейчас покрупнее сделаю. Вот так. Что нужно сделать? нам нужно их разгруппировать. Так. А это сделать слитно. Вот получился кусочек. Теперь вот этот кусочек, Ctrl-C, Ctrl-B. Скопировали. Поставили. И здесь нужно обязательно тоже вот так разобрать, для того, чтобы вытащить вот этот центр. залью цветом, будет более понятно, что я рисую, чтобы вот такая основа получилась. И отсюда мы сейчас сделаем таких же еще полукружочков, поменьше. Вот так. Вот. и по краешку их впустим. Можно это упростить, можно это тоже сделать, например, вот так вот, смотрите. Сейчас это сложно получается. Я запихиваю вот этот кусочек, только должен быть он без цвета у меня контура. Останем его красным, запихиваем его в кисти. Создаем из него узорчатую кисть, говорим окей. По этой форме, вот по этой дуге создаем нашу кисть. Отлично. Все получилось. Вот. теперь по крайним точкам выравниваем. и это будет кружево наша основа. Можно сделать вот эту линию теперь объект, контур и его нужно преобразовать обводку в кривые. Это обязательное условие, иначе у вас не создастся еще одна кисть. Ctrl-C, Ctrl-B и еще уменьшаю, чтобы у меня был круг в круге. Такая вот кружевная штучка получается. Теперь вот из этой кружевной штучки мы создаем с вами еще одну узорчатую кисть и уже этой узорчатой кистью оформляем соответственно край нашего с вами воротничка. На черно-белом смотрится не очень, но когда мы это все оставим в белом цвете, будет смотреться очень красиво. Вот сделали контур, вот здесь сейчас немножечко поправим по кривой. Убираем заливку и добавляем кисть. так здесь у нас сейчас редко пользуюсь есть функция когда можно перевернуть направление кисти. по краешку делаем кисть делаем немножко поменьше смещаем так чтобы попало где у нас с вами проходит линия так вот такая история получается что теперь делать с этой красной кистью вот сюда заходите и давайте например ее сделаем сейчас пока оставим черным а потом мы ее сделаем белым что я рекомендую сделать я рекомендую вот эту часть сгруппировать и соответственно от центра мы отражаем вот у нас получается такой воротничок как видите на него мы много времени потратили и вот здесь я хотела сделать тоже кисточку вот такую сейчас мы отсюда ее переснимем момент цвет черный кисточка мне нужна в другую сторону вот она хорошо так и здесь тоже делаем зеркальное отражение так секундочку кисть зеркальное отражение от линии центра отражаемся вот так в другую сторону то есть у нас получается на рукавах тоже есть кружево но оно будет закрыто и то есть будет основа вот такой платьишко у нас получилось базовое что мы теперь делаем я теперь возьму все вместе это сгруппирую ну и платье и рукава вот так сгруппируем нам получается единый эскиз на одном слое теперь открываем нашу красотку на нее перетаскиваем наше платье я ее методом сдвигания туда перетаскиваю вот shift alt отпускаю надо девочку опустить вниз вот платье встало сверху и здесь сейчас нужно будет сделать маленький финт ушами смотреть вот щушки волосы вот именно волосы именно вот эта часть косы нам нужно ее только нижнюю часть вот эту скопировать ctrl c все выходим из режима изоляции и создать один слой поверх всего нажать ctrl b что это дало это дает волосы поверх да и если мы здесь рисуем то мы с вами можем сделать так чтобы вот эта часть например ушла ну потому что у нас имитация того что платье все таки одеты на этой девочке и это нам не нужно у меня есть образец такой как будто бы бордовой шерсти шерстяного платья сейчас мы им сделаем заливочку вот здесь тоже сделаем заливку чтобы осталась видимая вот эта штука я рекомендую ее сделать вот так то есть отдельно цветом но просто будет тогда визуально ее видно потому что если вы ее сейчас делаете тем же самым цветом то у вас это все пропадет и будет не видно визуально я все таки предпочитаю выделять да и бордо тоже сейчас мы вот сюда потемнее туда это внутренний слой здесь вот дополнительные такие штучки тоже это уже руками все доработаем под цвет чтобы было актуально и красиво как видите все мои тени которые я тут активно вырисовывала с цветом пропали их просто не видно сейчас мы их выберем вот они все сделаем естественно у них совершенно другую непрозрачность и часто хорошо когда вот у нас на бордовом бордовые тени вот например вот такие темно-бордовые смотрим насколько нам нужна непрозрачность на них тоже это все регулируем может быть еще чуть темнее потому что это все-таки тень вот отодвигаем смотрим как это все визуально смотрится как это видится и что у нас с заливкой с заливкой я сделала ошибку сейчас я ее исправлю потому что в этом воротничке у меня получается есть контур в общем-то сейчас я объясню что там есть вот у этого моего воротничка в заливке получился получился цвет заливки который мне совсем не нужен вот он стал непрозрачным а мне нужно чтобы она была прозрачная потому что белые квадратики имеют ну заливку соответственно нам нужна полупрозрачность но вот сейчас опять не то объясню почему очень тонкий контур то есть вот у этого квадратика который у нас есть нужно сделать пожирнее контур сейчас мы его поближе посмотрим вот он вот у него покажись вот у этого вот он белый смотрите 005 а нам надо с вами сделать давайте 0015 вот поменяли теперь все это выбираем закидываем в заливку но это уже вот глазометрический способ работы когда мы понимаем что вот это вот видите белая заливка которая там есть вот это вот мы ее сейчас поменяем на потолще ну вот так вот и оно тогда визуально будет смотреться лучше вот то что я делала да вот эту толщину заливки так и конечно же нам нужно здесь поменять весь черный контур никакого черного контура на кружеве у меня быть не должно кружево должно быть белым отдельно выделяю фрагмент кружева и убираю с него черный контур оставляю контур по основе белый и здесь тоже кружево мое вот этот цвет делаю белым нет все-таки сделай мне этот цвет белым она там ругается что типа это у тебя контур ну я понимаю но я хочу его сделать белым чисто белый 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 давай делай белый заупрямилась так заупрямилась такое бывает с цветными узорами сейчас тогда через красный сделаем вот потому потому что она черный мнит себе как контур и вот воню клик вот это мы можем убрать а вот эту раздублировать ну чтобы второй раз нам все то же самое не проделывать вот 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 единственное что надо будет сейчас кружево в другую сторону кружево тоже поправляем и сейчас у нас будет очень наглядный пример того как будет смотреться вся эта красота так вот здесь у нас с вами тоже беленькое кружево можно попробовать direct selection выделить вот выделяется хорошо раз и два немножечко поправлю линию вот так на место я поставила давайте посмотрим control 0 и вот смотрите как по-разному как интересно смотрятся наши эскизы здесь у меня получился черно-белый технический эскиз его можно там доработать показать если здесь по краю будет отстрочка и так далее это все показать дать описание а здесь у меня получился достаточно художественный эскиз который можно уже показать и в общем-то создается полное представление как это будет смотреться вот у девочки у меня туфельки не одеты можно ей еще на ножке обувь нарисовать чтобы было более цельно можно оставить так то есть один и тот же по сути шаблон я просто его покрасила нарисовала на него лицо получается вот такая разница вообще расскажите как вы относитесь к школьной форме у меня к ней очень двоякое отношение с одной стороны прикольно красиво и здорово с другой стороны я бы хотела очень удобную форму а я небольшой фанат платьев и когда на улице там минус 15 и сильный ветер хотелось бы конечно брюки желательно сначала но все до школы добираться надо поэтому хотела бы ваше мнение по поводу школьной формы и шаблонов услышать на этом все до скорых встреч пока пока пока